Привет, друзья! С вами снова Михаил, и сегодня у меня для вас очередной обзор перьевой ручки. И на сей раз это опять винтажная или, я бы даже сказал, антикварная ручка примерно 30-х годов. Вол Ивершарп обычно эту модель называют Декабенд, но на самом деле ее полное название Flat Top Gold Seal Декабенд. Давайте тогда на нее посмотрим. Во-первых, Вол Ивершарп компания была основана Чарльзом Киреном в 1913 году, тогда она называлась просто Эвершарп. И Чарльз Кирен производил механические карандаши, и Эвершарп значит всегда острый, то есть это указание было на механический карандаш. В 1915 году он размещает заказ на производство своих карандашей в американской же компании, которая называлась Wall Edding Machine Company. И через некоторое время вот эта вот самая Wall Edding Machine Company поглощает Эвершарп, да, и появляется бренд, который состоит из двух названий. Wall-Eversharp. Компания была очень известная, очень популярная. Она входила в четверку так называемых больших или великих производителей перьевых ручек. В эту же четверку входил Паркер, Уоттерман, Шейфер и, соответственно, Wall-Eversharp. Но компания долго не просуществовала. В 1950-х годах компания решила перестроиться на рынок шариковых ручек, и вот что-то у них не получилось. Что-то пошло не так, компания разорилась и банкротилась. Бренд продали Паркеру. Паркер несколько лет выпускал ручки с двойным, опять же, брендом Паркер и Эвершарп, но, к сожалению, долго это все не продлилось, и бренд совсем-совсем похоронили. В 2013 году группа энтузиастов выкупила права на бренд Wall-Eversharp и начала производить ручки, которые называются современные, то есть Modern Wall-Eversharp. И производят они всего две модельки. Это так называемый легендарный Skyline и Decabend. Вот то, что вы видите перед собой только в современном, так сказать, прочтении. А современные Decabend потрясающе красивые ручки, но, к сожалению, очень дорогие. Вот очень хочу себе когда-нибудь такую приобрести, но пока, так сказать, так и не получилось. А это старый Decabend. Как вы помните, до 20-х годов 20-го века все ручки в основном были черными, потому что они делались из эбонита, но иногда из эбонита и металла. Но в основном они все были черные. В 2021 году Джордж Паркер придумывает новый материал, по-моему, он назывался Permatit, такой вот оранжевого цвета. Выпустил свои дуафолды оранжевого цвета и это дало толчок, ну просто цветовой гонке, что называется. Все компании-производители начали экспериментировать с материалами, начали выпускать ручки из всевозможных пластиков. И вот где-то к середине 20-х годов на рынок хлынуло просто огромное количество разноцветных ручек. Waller Sharp немножко здесь протормозили. Они подключились к этой гонке только в 30-е годы, но зато подключились к ней довольно серьезно. В 30-е годы, в самом-самом начале, по-моему, в 31-м году, но врать не буду точно, не помню, они заключили контракт с компанией Dupont. Не тот Dupont, который из Ти-Dupont, который выпускает всякие там разные аксессуары, а такая огромная американская химическая корпорация Dupont, которая существует и по сей день. И Dupont поставляла для них пластик, который на самом деле это был целлулоид, но почему-то его Waller Sharp называли в ту пору пиролин. Вот это был действительно целлулоид. Очень красивый материал, как видите. Вот эта ручка сделана из того самого пиролина, он же целлулоид. Но, к сожалению, здесь есть одна проблемка. Одним из компонентов целлулоида является камфора. Во-первых, камфора довольно резко пахнет, и вот эта ручка пахнет до сих пор. А во-вторых, камфора со временем начинает испаряться. И ручка, в ней появляются такие более темные пятна. К сожалению, это процесс необратимый. Поэтому эта ручка, через какое-то время, я думаю, станет полностью коричневая, а потом, наверное, когда-нибудь рассыплется. Но я надеюсь, что это будет уже не при моей жизни. Материал очень красивый. И стоит отметить, что у Waller Sharp выходили зеленые ручки в двух цветах. Был так называемый Jade, то есть Jade, он же нефритаткий, совсем зелененький. И было вот это. Это называется Green Bronze. То есть зелень и бронза. И вот, как вы видите, здесь коричневые вставочки. Это не потому, что корпус ручки начал так вот сильно разрушаться, а потому, что вот она такая и была. С такими красивыми, очень красивыми бронзовыми разводами. Я надеюсь, вам их видно. Посмотрите, пожалуйста, что тут делается. Очень красиво. То есть здесь вот этот материал, он еще не начал окончательно выцветать. Да, вот только вот здесь. Вот видите, вот темное место. И, к сожалению, с этим мне ничего сейчас не поделать. Вот. Как я вам уже и сказал, ручка называлась Flat Top. То есть плоские верхушки. Вот. И это была такая вот серия. Внутри серии было несколько ручек. И это, так называемый, еще и Oversize. То есть большая ручка. Вот так она. 13,5 сантиметров. В диаметре около 13 миллиметров. По тем временам очень крупная ручка. Вот она по сравнению с Монбланом 146. Видите, чуть-чуть покороче современного 146-го. Но даже где-то его местами, наверное, потолще. Черная плоская верхушка, на которой нет ничего. Такое красивое колечко. И здесь есть вот такой вот золотистого цвета медальон. Как видите, здесь надпись W. То есть Wall. А вот эта штука называется Gold Seal. То есть золотая печать. Это кусок, скажем так, маркетинговой войны между Оливер Шарпом и Шейфером. Шейфер в 25-м году, по-моему, начал выпускать ручки, так называемые Lifetime Warranty. То есть пожизненная гарантия. Ручки с пожизненной гарантией. И символом вот этой пожизненной гарантии была белая точечка. Которая со временем превратилась в логотип Шейфера. У всех ручек Шейфера сейчас белые точечки либо на колпачке, либо где-то под клипом и так далее. И Оливер Шарп ответили на это и стали вставлять в свои ручки вот такие вот золотые медальончики, которые назвали Gold Seal. Которые обозначают, что это ручка с пожизненной гарантией. А далее мы с вами видим вот такой вот коротенький клип. Как видите, он расположен довольно низко относительно верхушки колпачка. И вот этот вот клип, он с колесиком на конце. Именно в Оливер Шарп придумали вот такие колесики. Вот то, что сейчас делают итальянцы. Ну, например, та же Монтеграпа или кто там еще был. Омаз. Вот у них клипы с колесиками на конце. На самом деле это не они придумали, а именно в Оливер Шарп. Вот где-то в конце 20-х, в начале 30-х годов. На клипе написано Оливер Шарп. И здесь мы видим колечко, в честь которого и называется вся ручка. Видите, на колечке есть вот такой вот узорчик. Сделан в стиле арт-деко. Тогда этот стиль был очень в моде. И, соответственно, дека-бенд обозначает колечко в стиле деко, арт-деко. Далее. Прямой вот до этого места баррель. Чуть-чуть сходится к кончику. Опять золотое колечко и черная плоская верхушка. И здесь рычаг, рычажная система заправки, да, то есть леверфиллер. В те времена, ну, практически все ручки были с этой системой заправки. Вот. На мой взгляд, ручка очень красивая. Надеюсь, вы со мной согласны. Ручка довольно увесистая. Тут около 25 грамм. Все очень неплохо. Колпачок на резьбе. Чтобы его открутить, нам с вами требуется ровно один оборот. И здесь мы с вами видим резьбу. Резьба сделана отлично. Практически пальцами не ощущается. Черная пластиковая же секция, которая немножко сходится к кончику, потом здесь расширяется. И здесь мы с вами видим перо. И это не просто перо, это так называемое personal point nib. Опять же, у Allover Sharp решили, что для удобства можно продавать ручки, у которых вывинчиваются вот эти перья. Примерно как у современного пеликана. И эти перья очень легко можно было заменить. То есть, если вам не нравилась ширина пера, ширина линии вот этого пера, вы могли его поменять на какую-нибудь другую. Выкручивается очень просто, так же, как у современных пеликанов взяли и просто открутили. Вот оно перо. К сожалению, вот оно немножечко такое темненькое. Я его еще не полировал, не чистил. Но вот вы видите, что перушка достаточно красивая по форме. Дыхательное отверстие сделано в форме сердечка. Написано Wall Ever Sharp Gold Seal Signature. То есть, это перо для подписи. А не стоит путать, у Allover Sharp была еще серия ручек, которые назывались Signature Pen. Ну, вот это просто перо для подписи. Это довольно твердое перо, надо сказать. Не флекс. Не флекс. И на обратной стороне мы с вами видим ибонитовый фидер. Вот с такими вот боковыми жабрами. И здесь что-то напоминающее буковку М. Но я не уверен, что это буква М. Может быть, это просто какой-то кусочек литника. Не знаю. В руках ручка лежит замечательно. Очень удобно. Приталенная секция. На ощупь ручка очень приятная. Вес хороший. Баланс чуть-чуть, мне кажется, смещен к обратной стороне. В принципе, очень-очень-очень здорово. Вот мне понравилось. И давайте посмотрим, что же у нас умеет делать перо. Итак. Wall. 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 Wall Eversharp Decabend. С вашего позволения не буду писать. Gold Seal, Flat, Top и все на свете. Перо. По всей видимости, это перышка Mediem. 14 карат. Или 585-я проба золота. А чернила. Pisconti. Black. И что вам сказать про это перо. Во-первых, перышко немножко стаб. То есть, вот такая линия. Немножко шире, чем вот такая линия. Тогда это было нормально. Тогда это было типично. А напаечка у этого пера, видите, она достаточно плоская. То есть, тут такой не шарик на конце, да, а вот такая вот, как намазали вот это вот. Шарики начали делать значительно позже. Значит, перышко довольно пружинистое, но, как я уже говорил, это не флекс. То есть, ну, можно из него чего-то выдавить, но это совсем не флекс. Подача. Подача обильная. Как, опять же, было принято на ручках того периода времени. И перышко, я бы сказал, довольно зубастое. Точнее, у него довольно острые края. Да, то есть, вот так вот перо идет. Очень гладенько по бумаге. Но стоит чуть-чуть отклонить ручку или сделать вот такой вот длинный горизонтальный рощерк, то чувствуются, чувствуются определенные зубы. Но, в принципе, очень-очень неплохо. Пёрышко пишет. Пёрышко пишет все время. То есть, никаких здесь проблем с хардстартами, пропусками, чем-нибудь таким. Вот полностью эти проблемы отсутствуют. Вот, в принципе, пёрышко мне нравится. Но, честно говоря, немножко хочется его подполировать. Я не люблю, когда вот пёрышко имеет вот такую вот зубастость. Но, с другой стороны, влезать в такое старое перо туда пока еще не решил. Пока еще не решил, друзья мои, что я буду делать с этим пёрышком. Но, в принципе, в принципе, ручка мне очень нравится. Вот, красиво. Видно, что по тем временам это была недешевая модель. Цвет потрясающий. Качество изготовления очень хорошее. Да, так что эта ручка мне нравится. Но, еще раз повторяю, я небольшой поклонник винтажных ручек. Я все-таки предпочитаю современные. Поэтому обязательно когда-нибудь я куплю себе дикабенд современный. Вот такой обзор, друзья. Увидимся в следующий раз. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok